И снова мы вместе. Сегодня мы говорим об Иисусе, и это хорошо. Иногда мы с вами усложняем свою веру в Господа. Мы погружаемся в нюансы богословия, пристально изучаем эсхатологию или думаем, какой перевод Библии выбрать. Я не против этого, ведь такие дебаты имеют свое время и место. Но в конце концов я хочу быть другом Иисусу и узнать, что Ему радостно, а что разочаровало. Я хочу внедрить в свою жизнь то, что поможет мне стать другом Иисуса, а не то, что разочарует Господа. Вашу судьбу нагрянули сложные проблемы, которые вам решить непросто. Скажите Господу, я хочу стать Твоим другом, и Он будет строить отношения с вами и помогать вам. Давайте раскроем Библию и вместе узнаем, как же стать другом для Иисуса. Благословения вам! И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Это утверждение Павла сразу бросается в глаза. Он пишет, я сам уверен о вас, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Далее читаем, но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминании вам. Вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но я хочу напомнить вам кое-что. Этим я и хочу заняться. Мы пройдемся с вами по уже знакомому пути. Вам не будет скучно, и мы не будем повторяться ради повторения. Мы не должны упустить из виду одну истину. Нас постоянно атакуют, и важно поддерживать не только свою форму, но и форму духовную. Когда тебе 16, ты здоров, как бык. У меня было очень мало жира и хорошая сердечно-сосудистая система. Я был здоровым. С тех пор почти все осталось прежним. Но если я перестану ходить в зал, то я изменюсь. То же самое я скажу и о духе. Мы начнем с Божьей перспективы. Слово говорит нам о Боге, и мы можем упустить это из виду. 49-й Псалом. «Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мной. Если бы я взял кал, то не сказал бы тебе, ибо Вселенная и все в ней мое». Есть один важный фактор – всевидение Бога. Он знает все. Бог – всеведущий и всемогущий. В Теннессе я говорил, Бог знает каждую птицу по имени. Друзья, я не сказал виды птиц, но я считаю, что Господь Бог дал каждой птице имя, и Он знает каждую из них. То есть Господь Бог не такой, как я, потому что я каюсь, ибо я не помню имена тех, с кем хожу в церковь. Писание говорит, что Бог сосчитал волосы у нас на голове. Он знает, когда мы встаем и когда садимся. Он не просто эрудит, но я верю, что Господь знает все. Ему известны не только непостижимые тайны, но и все о нашей жизни. И это для Него имеет значение. Не забывайте об этом. Не думайте, что Он далеко, и мы Ему не интересны. Это ложь. Не думайте, что Он нуждается в нас. Раньше я ошибочно считал, что Бог нуждается во мне, чтобы я помогал Ему. Я помню это с тех пор, как Он призывал меня служиться. Я считал, что когда я стану служить Богу, станет легче. Помню, однажды я подумал, какой груз лежит на Боге. Думаю, справлюсь ли я с этим. Мы словно перетягиваем канат, но у Бога нет проблем, а не у нас. Бог верит нам служить, чтобы нам было хорошо. А не из-за того, что Ему надо помогать исполнить Его часть. Ведь Господь всеведущ и всемогущ. Иеремия напоминает о том, что Бог дал нам возможности. Я знаю намерения о вас. Намерения во благо, а не на зло. Чтобы дать вам будущность и надежду. У Бога есть план для вас. Мы опять можем неправильно понять Его и сказать, Божий план — это что-то непривлекательное, и, наверное, он является неподъемной ношей. Служа Господу, я лишусь своих желаний, и Он ограничит мои способности. Правда? Вы считаете, что если вы будете служить всемогущему и всеведущему Господу Богу, то Он ограничит вас? Это нелогично. У Бога есть план для вас, и Он приведет вас к процветанию. Иногда люди спрашивают меня, «Вы проповедник процветания?» Да, вы правы. «Вы хотите жить в нищете?» Как можно измерить духовность банковским счетом? Это глупо. При этом слово говорит, «Бог желает блага своему народу». Он хочет давать благу. Он не желает навредить вам. Но Он даст вам будущее и надежду. Как возжечь свои чаяния и сделать грядущее ярким? Если пламя надежды гаснет, и будущее окажется мрачным. Как все это изменить? Есть одна простая идея. Приблизьтесь к Господу. Ведь чем ближе вы к Господу, тем больше и становится ваша надежда, и ожидания светлого будущего возрастают. Как достичь этого? Дело не в десяти заповедях и не в религиозных ограничениях. Вам не составит труда приблизиться к Нему? Читайте вашу Библию каждый день, познавайте его характер и молитесь день за днем теми молитвами, которыми мы снабжаем вас. Читайте эти молитвы от своего имени каждый день. Общайтесь с другими христианами в малых группах, в кружке по изучению Библии, в кругу служителей и отделите время для еженедельного общения с верующими. Ваша надежда колебалась, и у вас сложное время? Так оставайтесь на второе служение. Прибывайте среди Божьего народа, откройте Богу сердце и шагните навстречу. И тогда ваши надежды воспрянуты, вы будете ожидать грядущие дни, а не дрожать перед ними. У Бога хороший план для вас. А вот еще один стих. Бог интересуется нами. «Знаю твои дела, вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Откровение. Это необычная книга. И там находятся письма к семи церквям. Переверните страницу, чтобы с вами не приключилось, Бог знает о вашей ситуации. Я знаю, что происходит. Бог не отошел от мира после его сотворения, но он интересуется нами и в этом случае. Он говорит так, «Я знаю твои дела». «Я открыл пред тобою дверь». Меня радует то, что Бог открыл перед нами дверь. И наши силы тут ни при чем, ведь Господь Бог не говорил. «Ты сильный, поэтому я даю тебе большие возможности». Но Господь сказал, «Ты слабый, поэтому я открываю большую дверь пред тобою». Бог интересуется нами, и мы цены для Него. Не забывайте об этом. Давление, требования, ответственность, испытания приходят к нам, и мы считаем, что это Бог ограничивает нас и жестоко обращается с нами. Это ложь. Бог любит вас и Его план дать вам процветание, а не зло. Доверьте Ему будущее. Мы нуждаемся в балансе. Мы обсудим это. Перейдем к третьему пункту конспекта. Несколько месяцев я готовил серию уроков, и я выписал пункты с принципами. Мы пройдемся по ним снова, и сделаем это, исходя из определенных практических соображений. Я не стал снабжать конспект ссылками. Я составил принципы на основании Библии. Если вы хотите, то можете проверить их позже. И обратите внимание, что конспекты, которые вам раздали, содержат список, о котором вы скажете, «Я уже осведомлен об этом, я живу этим», но все равно обведите их. Когда вы будете прорабатывать список, то, возможно, увидите то, что вы упускаете из виду, и пункты заставят вас сконцентрироваться на том, что он нуждается в практическом повторении. Мы пройдем его быстро. Я обещаю, что вы успеете в свой ресторан. Первое — это жизнь священства. Я не составлял список по принципу «сначала важное, а потом незначительное». Святая Библия говорит, что жизнь священна. Человечество — это носитель образа всемогущего Бога, а это наделяет достоинством жизнь каждого человека. Жизнь человека важна для Бога. Люди — уникальная часть в творении. Первые главы Библии знакомят нас с Богом, Создателем всего сущего. И апофеозом процесса творения является создание человека. Мы не являемся высшим злом в теории эволюции. В истории творения наше создание было уникальным, потому что мы были сотворены не так, как остальные существа. Бог вдохнул в нас свой дух. Мы носим образ всемогущего Бога, и между младенцем и щенком есть разница. Я рос в доме ветеринаров, и поэтому я оценю, когда помогаю щенкам родиться. Я не против щенков, но при этом я не путаю берега. Есть разница между щенком, котенком и ребенком. Человечество — это носитель образа всемогущего Бога, а это наделяет достоинством жизнь каждого человека, начиная с еще нерожденных детей и заканчивая достигшими глубокого возраста от слабейших и до сильнейших. От самых смышленных и до тех, кто прост. Господь ценит всех людей, и мы тоже должны ценить людей. Цените каждого. А как это выражается, если мой IQ ниже, чем у других, и мои способности не столь впечатляющие? Это не означает, что я не представляю ценности? Но это значит, что я представитель всемогущего Бога. Достоинство есть у всех. Молитесь за домочадцев и коллег по работе так. Господи, помоги мне увидеть достоинство, которое ты вложил в этих людей. Обычно мы почитаем одаренных людей и недооцениваем тех, чьи способности нас не интересуют. Попросите Бога помочь, увидеть дары людей. Каждый человек имеет неповторимый дар. Если вы обнаружите такое богатство, то это даст вам счастье и изменит ваши отношения, и люди станут важными для вас. Я наблюдаю за отдаленными музыкантами и вижу, что их влияние велико, и Бог не дал мне такого дара. Если я запою, то вы убежите отсюда. Так вот, друзья, мы идем по списку. Номер два. Человечество нуждается в Искупителе. Жизнь каждого священна. Но нам нужен Искупитель. В основании нашего характера есть трещины. Это утверждение идет против мудрости мира. Ведь есть мнение, что если мы сотрудничаем друг с другом, мы делаем мир лучше. Это один из самых больших мифов падшего мира. Не существует исторических хроник, где написано о том, что человечество когда-либо трудилось на благо себе подобных. В нас нет такого желания. Нам нужна помощь. В основании характера человека зияет прореха. И мы нуждаемся в Искупителе. Но при этом есть и хорошая новость. Творец обеспечил Искупление для всех нас, для каждого. Он проложил путь освобождения. И именно это делает нашу веру хорошей. Хорошей новостью. И это дает свободу человеку. У нас есть Искупитель, которого зовут Иисус. Благодаря щедрым зрителям, как вы, наше служение транслирует эту программу зрителям по всему миру. Наше вещание существует благодаря вам. Помогите нам приносить послания пастора, позвонив или посетив наш веб-сайт, чтобы пожертвовать. В знак благодарности за ваше даяние мы отправим цикл посланий пастора «Плоды креста» и наш рождественский подарок из Иерусалима. Отправьте нам 50 и более долларов, и мы отправим вам книгу пастора Аллена «Плоды креста». И помните, что сила креста побеждает зло. Крест даст вам свободу. Спасибо за поддержку нашего служения. Вместе мы меняем мир. Пожалуйста, цените других верующих, которые следуют за Христом, и которые покорились Иисусу Мессии. Номинальные религиозники этого не сделали. Как чудесный последователь Иисуса, покорившийся Ему. Это добрые соседи, хорошие соклассники, это хорошие мужья и жены, это хорошие коллеги по работе. Вы работали с нечестивыми. Кто-то рассуждает так. Если у вас были нечестивые соседи, то разве их нечестие было благословением? Говорю вам, христиане — это хорошие ребята, потому что они под ботинками мира. Ибо они соль с земли, а их считают причиной всех проблем. Но если внимательно читать историю церкви, то за нами много грехов, потому что мы творили ужасные вещи во имя Господа. Однако это не устраняет реальность того, что иудео-христианское мировоззрение несет огромное благословение нашему миру. Кто-то говорит, христиане хорошие. Скажите им, что вы цените их. Если они отличаются от вас, то не чураетесь их. Они из другой церкви, я не буду с ними общаться. Ты что, шутишь? Брат, тебе надо смириться, однако. И номер восемь. Иисус из Назарета вернется на землю. Он будет судить живых и мертвых. В первой главе Деяний Иисус ушел на небо, и однажды он вернется сюда. Когда он пришел к нам впервые, то его хрупкого и нежного младенца положили в кормушку для скота, но возвращение Христа будет совершенно другим. Он не вернется, как беззащитный ребенок, но грядет, как царь-победитель. Он будет судить всю землю, вся сила будет у него. Этот день наступит, я с нетерпением жду его, готовлюсь к нему и живу им каждый день. Номер девять. Трудолюбие. Теперь мы помолчим с минутой. Кто-то чуть не выругался. Скажите, кому же это понравится? Многие тратят кучу сил, чтобы поскорей освободиться от работы. Трудись. Приборы для облегчения труда — это миф. Мы покупаем прибор, осваиваем, а потом платим, чтобы починить его, и теперь ты работаешь больше, чтобы купить больше приборов для облегчения труда. Работа — это не зло. Работа выражает поклонение. Работа мы чтим Бога, который трудится. И помните первые главы бытия. Там мы знакомимся с Творцом в первых стихах. Господь Бог трудился, работал, создавая небеса и землю. У него все получилось, и он отдыхал. Работа выражает поклонение. Не ленитесь. Мы верили лжи о труде. Хорошая сторона человечества и нашей страны заключается в том, что люди получили трудовую этику благодаря библейской истории. Вы слышали о пуританской этике труда? Пуритане приехали в Америку в начале становления нашего государства. У них была выдающаяся этика труда. Трудолюбие американской нации стало причиной Божьего благословения. Люди стремятся меньше работать. Представляете, сейчас у нас самый низкий уровень доли рабочей силы за всю историю США. Здесь затрагивается не только вопрос управления, но и вопрос ценности. Работа — это благо, она похожа на супружество. У него долгосрочная перспектива, и правда состоит в том, что есть много скучных и однообразных видов работы, и она бывает нудной. Время от времени вам по долгу службы приходится смотреть на экране что-то надоедающее, но ваша работа полезна. Мы говорим о работе как о чем-то транзитном и эфемерном. Я хочу такую работу. Я просыпаюсь утром, и когда первый луч солнца проникает в окно моей спальни, я выскакиваю из кровати на пол, развожу руками и говорю, «Спасибо, Боже!» Теперь я иду на работу. Чтобы так чувствовать, нужны спецпрепараты. Такого настроения не бывает каждый день. Я хочу работу, где моя креативная гениальность будет выражаться невозбранно, и причем в полной полноте, через глупость людей. Туда опять нужны препараты, так не бывает в жизни. У меня есть работа, и я верю, что Бог пригласил меня на нее, и я весьма признателен ему. Я знаю, что Бог дал мне ее, и я радуюсь ей. «Моя община — это место мира и покоя, когда вас там нет». Мне нравится приходить в церковь, когда я устал, и когда в ней никого нет. Вы — та самая причина. Почему люди сюда не идут? На работе происходит то же самое. Это чудное место, где приятно быть. Я знаю людей, которые приходят в церковь. Это часть моей работы, и достают вас, как и меня, потому что вы шлете мне имейлы. И они приходят в церковь с нами, а вы видели вон того типа. Простите, не разглядел его. Ко мне подсел брат с неточным переводом. Трудитесь, трудитесь. Помню, в моей жизни было время, когда я молился. Боже, пошли в церковь хотя бы одного зрелого христианина. Все какие-то непутевые. Боже, ну ты столько народа посылаешь в эту церковь. Я прошу у тебя всего лишь одного зрелого христианина. И он сказал, «Я должен сделать твою работу и отправить готовый результат». И тогда я ответил ему, «Прости меня. Отцовство — это нелегкий труд». Бог не дал вам детей для развлечения. Это не манекены, и они не предназначены для совершенствования навыков модельера. Не устраивайте из них шоу для коллег и соседей. Чтобы те видели, как вы одеваете своих детей лучше, чем те своих. Дети — это не участники шоу. Но они личности, вверенные вам Богом, и они не принадлежат вам. Хотя по генетике они наследовали кое-что от вас. Дети даны на малый срок. А родительство — это тренировочная программа. Пройдет несколько лет, и вы выпустите их на свободу. А когда вы увидите Господа, то Он отблагодарит вас за них, не за ярлыки на их одеждах и не за купленные игрушки, а за характер, который вы поможете им сформировать. Вы спитаете детей наилучшим образом. Хотя могут остаться недоработки, ведь и у нас есть недостатки. У нас противная тяжелая работа, но не сдавайтесь, трудитесь день за днем. Слава Богу, это время кончится. Скажите родителям-новичкам, что это время пройдет, потому что они думают, что у них закончилась жизнь. Не убегайте от работы, но превозмогайте себя и поклоняйтесь Богу через нее. Заботясь о своих малышах, вы тем самым поклоняетесь Господу, и они в вашей жизни ненадолго. Ведь так? Если вам кажется, что ваш род деятельности не соответствует вашему дарованию, то возьмитесь за него с энтузиазмом, и Господь Бог возвысит вас. Я верю в это. Мы не успеем пройти весь список, так что вперед, номер 10. В мире возрастает такое явление. Зло называют добром, и добро называют злом. В нашем мире это происходит все чаще. Люди начали публиковать статьи в журналах и обсуждать этот ужас в масс-медиа не так давно. То, что Библия считает нечистем, они называют хорошим, а на добро наклеивают ярлык зла. Эта тенденция растет, но не паникуйте. Ведь это приносит вам великую свободу выбора, потому что в этом случае возникает практический момент. Так вы сможете найти звезд и влиятельных людей, которых чествуют и награждают, и они поманят вас участвовать во зле и нечестии. А также вы увидите влиятельных и образованных людей, которые призовут вас избрать благочестие. Что вы выберете? Есть моменты, когда общество оказывает давление на благочестивых граждан, и вы услышите громкие голоса и нечестивых, и святых. Выбор за вами. Почему эта тема важна? Вам нужно понять, на чьей вы стороне. Когда мы ободряем ближнего, стремится к благочестию, он изменяется. Мы видим, как общество добро называет злом, а зло — добром. Последний и мой любимый пункт — Бог верный. Бог верный, а люди не всегда. Организации тоже. А вот Бог всегда верен. Верьте Богу. Верьте Богу, ведь Библия говорит. Мы знаем и пророчествуем о счастье. Друзья, наши знания ограничены. Мы можем многому научиться и много знать, но мы не знаем все. Но однажды мы увидим конец истории. Увидим конец ее. Об этом рассказывала Кори Тенбум. Я был юношей. Сидел и слушал ее. Она рассказывала, и, признаюсь, я устал от этого. У нее был сильный акцент, и я думал, что ей тысяча лет, хотя ей было около 60. А я был молодым и нетерпеливым слушателем. Она говорила об уверенности в Боге, и я подумал, зачем слушать эту бабушку, которую я не понимаю. Собрание окончилось, и я купил книжку «Убежище». Прочитал историю Кори. Она из Голландии. Ее отец был часовщиком. Шла Вторая мировая. И они прятали у себя евреев. А соседи сдали их. Ночью пришла полиция и увела их. Отец и сестра Кори умерли в концентрационном лагере. А ее выпустили за день до казни из-за интересного совпадения. Канцелярской ошибки. Ее жизнь была полна страданий. И годы спустя она убедительно говорила о верности всемогущего Бога. Качество жизни не определяется вашими или моими скорбями. Потому что испытания приходят ко всем. Кому-то из нас труднее, но для вас есть надежда. У нас есть сила, чтобы освободить, восстановить, обновить, исцелить и направить нас вперед. Наш Бог верный. Я сторонник Иисуса. И сторонник Его церкви на земле. Я верю, что это хорошо. И благодарю Бога за вас. Дорогие друзья, я хочу призвать вас к одной цели. Она проста. Не живите невзгодами и не живите разочарованием. Все это происходит с нами. Я о тех вещах, которые мы не ожидаем и не приглашаем и не хотим. Иногда это связано с отношениями, с болезнями, с работой. У нас боль и раны. Если мы сами не сдадимся перед бедами, то однажды они уйдут. Бог освободит, исцелит сокрушенное сердце и даст новое будущее. Он может вытащить нас из жажды, мести, гнева, ненависти и зла. Давайте я помолюсь за вас, чтобы Божья сила вознесла вас на новый уровень. Отец, спасибо за Твою милость, благодать и силу. Во имя Иисуса да придут надежда и цельность в жизнь людей. Во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует...